20 октября у нас будет годовое отчетное собрание 20 октября это будет воскресенье после богослужения будет собрание поэтому церковный совет кто старшая сестра готовьте отчет староста вот дать отчет о работе проделан за прошедший год и вот благодарим господа что нас сохранил господь и в этот год благословенно просмогли мы прожить обильно благословенно при изобильной дате вот это будет 20 октября у нас что еще ко мне какие вопросы нет никаких вопросов нет пока нет но нет тогда что что куда обратно никому не запрещено и позвони возьмите номер телефона и позвони и спроси дверь спасения не закрыта покажи жив человек вот когда умрет тогда все пока живой человек нет окончательно погибшего ни одного может еще из далеких свиных корыт вернуться к отцу если образумится и сказать чего я потерял там наемники едят хлеб до святая я здесь и свиных корытах вернулся и отец его принял встретил поэтому у бога все возможно будем только чтобы с нашей стороны было сердечное расположение читала сегодня по учения брат игорь почему часто не обращаются язычники игр христианство златоустые потому что мы показываем образ жизни своей не христианский совсем другой поэтому они говорят что христиане эти лжицы говорят мы здесь на земле временно живем там наш вечный дом а имущество богатство собирают здесь на земле поэтому это не обманывают вот если будем жить так как говорит слово божие как господь нам как заповедь его тогда бы и домашние вы наши были наверное все здесь мы часто не то видим кого-то другого это вот тот виноват это другой виноват только не я и как случится мы сразу первый вопрос господи за что этот как кроличий вопрос меня за что не так ну так давайте вначале поговорим потом будем трапезничать уборку начали немного убрали машина наверно может 8 всего только еще собрали не дает никак погода ну маленько выдалось день там два вот они пособирали там техника вся старая вот прохудилась уже и будкир все сгнил комбайн там уже 30 лет наверное все сгнило но вот так вот маленькое объявление чтобы потрудились вот эти девять дней которые впереди будут по-настоящему некоторые совершенно и даже не знают какое у нас благовестие то есть пришел отстоял и ушел я вчера говорил вот юноши приходят трое скорее вырвались как-то из катапульпы их выстрелили ни под каким видом назад не вернешь это люди просто из мира пришли толкнулись из верующих семей церковная жизнь их не интересует библии не знают живут по-мерзки но пришел отстоял проглотил что-то и дальше побежал вам задание прямо каждый примет а мне задание они так христос умер за всех он за меня умер присвоить то что тебе говорят тебе тебе каждому мы сюда вернемся 4 октября с володей сегодня мы уезжаем обратно потеряевку сюда привезли на зиму картошку все остальное отсюда увозим что купили другие люди не наши отсюда нам нечего везти и завтра сегодня пятница 27 сентября 13 года завтра суббота и утром виктор николаевич вот он стоит снимает свободе пащенко выезжает его родители они живут гелевки но там живет их сестра ольга ольга николаевна завьялова и они начали будто бы занятия по слову божию и будто бы передают что с ними участвует священник и будто бы начали с бытия для меня все это странно так тем более я священника этого знаю он не склонны к этому делу и клеветы всякие распускает но он живой и все может поменяться но занятия будто бы начать это самое главное людей собрать сказали ольга ты собирай пока мы хотели в эту неделю поехать но я давно уже не был на престольном барнауле крестово-движенска я тут староста и тут дела такие были и они пойдут туда за него надо помолиться виктор там выступит запишет там что сколько людей сумеют собрать воля пока говорит десятерых там нашла священник мог бы так только объявил бы вся церковь была слушают их но если бы занятия были серьезные уже после занятия ни священника не будет никого не будет что означает серьезное в духе святом все остальное что говорится делается это то что нужно от барабанил там как как петух про кукарекала хоть верхний святой это никому ничего не дает кроме потери времени вы смотрите слово божие оно все время говорит об огненном дыхании духа святого огонь не пришел я не звезти на землю нет этого кто бы соблазнялся за кого я не воспламенялся а что ты раздражаешься там или а что ты голос повысил то что ты погибаешь тонешь я тебя вытаскиваю я не могу одну хочешь выходи а хочешь нет это попы так могут говорить они оживляются только когда когда тысяча процентов прибыли с крестиков со свечей тут они ажиотаж бьются знаете за приходы большие но вам задание вот чем заключается мы сделаем следующее воскресенье 6 октября мы четверто приезжаем пятницу храм открытий дверей какие у вас есть знакомые не переходить в веру ничего мы сделаем доклад о том как мы ездили на благовестие нынче немножко захватим прошлогодние уже две газеты напечатали мамонтовские приезжал оттуда корреспондент целая страница с фотографиями и видно человек этот уже 23 года к нам приезжают корреспондент очень расположены очень этого все видно и поэтому игнатий хихович бьет во все колокола чтобы людей обратить ко христу чтобы отвратились от зла от зависти от жадности это его слова это может писать человек ну прям уже верующий понимая это так вот людей заинтересуйте ваши соседи ну не пьяные если мужчина скажите желательно что были в поясе женщина то с платочками и конечно не брюках и но там сами можете сказать без моего наставления и скажите что мы будем беседовать что вы могли услышать нам радио не дают телевидение не могу выступить а здесь маленький кружок но вы привлеките с собой чтобы они могли услышать и мы здесь расскажем все николай кучина обязательно что был виктор николаевич не сможет быть что там где-то подправить сказать надо более подробно могу смогу я быть я же вас привезу сюда тем более среда 4 а пятого шестого может да да все за мы трое ездили и здесь будет ураган с нам ездила собака мы договорились сергеем я его буду награждать он стал чемпионом россии после этого это чего-то стоит правильно неправильно я отказал защитная караульная служба так в номинации какой послушание и защита в трех номинациях общей консультировки защитная караульная и абсолютно здесь я могу награждать это вещь вообще неслыханная чтобы собака он с нами проехал от находки в владивосток и проехать уже это зарубежье где а там намещено у нас было только на 14 год мы 14 года половину взялись наша работа на 14 год не начата а португалия скандинавия прибалтика не тронуты остались начиная с греции но я заранее вам скажу о чем нужно будет молиться сразу же у меня два условия первое чтобы нам была дана ставка от бога такая какая была нынче нынче была такая которая мечтать нельзя брат отца яна сугоров принял нас город шахты ростовской области все большой гараж расположение книг где ночевать приезжаем заботятся они покормить сварить купить с собой дать но они как будто бы наши были мало того хозяин даже может я с вами поеду и поехал с нами на благовестие вот какое дело подобное чтобы подобное хотя маленькое дал нам бог это здесь ближе к москве стоили с другой стороны нам нужно теперь охватывать север когда мы вернемся из прибалтики мы это должны совершить намечено и это благословение господне буквально в интернете уже звонят стучат когда же вы выйдете в эпир мы ждем не дождемся о вашей поездке это более 60 роликов полторы тысячи фотографий еще дополнение сколько будет это первое что нужно нам куда отправить груз мы нынче 3800 килограмм отправили до 100 привезли с собой сколько почти 4 4 тонны это не игрушка и все сохранено маленько там где-то в дороге по порту нас передавило там это незначительное совсем все остальное полная сохранность нас приняли как есть выражение такое как ангелов божиих за стол садятся где они мы не садимся генину сяти если мы отдельно обедом они что принести скорее приготовить так я говорю и с хозяином с этим большое несчастье он очень активный листопилка своя все сделать и попал под пилу его руку правую или правую 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 перепилила там все здесь и на кости вчера я с ним разговаривал она остановлена была пила говорит будто бы так сказать но еще продолжалось крутиться и он это время что-то там делал я подробности не знаю его звать павел просьба ко всем помолиться жена зинаида я фотографию покажу настоящий русский человек не угнетенный ничем свободный как он ходит как смотрит как улыбается вот такая была россия и они одним гнездом сыновья и вот очень рядом дома и они в одном этом на почти гектар я ничем не занимаюсь только скотины много держали колбасный цех открыли он работает очень активный больше всего ему помогал из наших николай павлович кручин он такой же работяга и у них сразу сошлись тут и ну но в духовном нуждаются те и другие в помощи мы даже другом как-то восполняли чтобы нам бог дал такую ставку куда мы могли забросить я даже предположить не могу ну что господь может сделать откуда взять мне кажется на россию один такой человек был вот такое у меня впечатление в любое время дня ночи приезжаем у нас все открыто куда пойти где большие морозильные камеры выезжаем ночью они еще спят мы очень напряженно работали 56 дней мы почти больше месяца сэкономили время больше месяца дальше планы на следующее чтобы нами молиться если господь позволит второе чтобы бог дал здоровью николай павловичу кручин и что положил ему на сердце закончить не окончено мы были за границей старые города узкие улицы он знает все абсолютно все без него поездка просто не состоялась бы она не могла быть такой где как что он должен это сказать потому что он по профессии шапер и дальнобойщик и был и видал и знает и звонит и а я сижу как кукла такая сзади мотаясь там за сураганом у нас больше с ним дружба была это второе сегодня он может быть думать я едва сгибались и может быть связывает это с поездкой для любящих бога все содействует на благо задуматься о себе почему меня это постигло я должен быть со христом другого момента просто не будет или дал ведь замену двойника такого как он но я просто не знаю другого и только на него молитву направляю впереди у нас еще время есть вы поговорите с друзьями с бывшими вашими сотрудниками на работе расскажите что у нас воскресенье будет пол девятому ползунава 6 день открытых дверей мы только будем принимать и тогда я выступлю здесь расскажу галику байкина передайте чтобы на корреспондентом позвонила фотографом нам есть что рассказать это невозможно сделать сегодня все понимают это невозможно сделать просто невозможно это нельзя так сделать вот представьте 15 стран позади и каких начиная с польши германии австрии это вообще вообразить нельзя и вдруг нас господь поворачивает домой у нас самый короткий срок шенгенской зоны 30 дней мы всего шесть дней пробыли оттуда вылетели и начали колесить ставрополь а ростовская волос краснодарский край все районы и шесть республик мусульманских захватили не считая еще девят это не не просто республика страна азербайджан пугали чечнёй мы даже два раза там были и где были в доме мулы ночевать пришлось я был даже в мечети молился по православному в одной моленной комнате были где только намаз совершать мы допросили директор сказал открыть комнату и мы там совершили три святоя и поклоны и все это засняли это вообще невиданное и неслыханное никто этого не знает и учитывая в какие сжатые сроки но мы все время ощущали молитвенную помощь я потом повторюсь такая помощь как будто нас кто-то несет обстановки невозможны кто был на таможне знает вот в азербайджане мы при везде шесть часов простояли а при выезде девять часов не в туалет не на пицце в ковене зажатая очередь движется двинулась дернулась опять стоит тебя нельзя пропустить сзади тебя давить будут опять дернулась опять стоит а это километры могут идти таможня и мы 30 таможен прошли таможня называется мытница это мытари вот мы теперь увидели что на мытажстах то будет так как измытарят уже здесь и вы об этом молились молитесь чтобы мы все это открыли потом с галей кубайкиным кубайкиной мы все это перепечатаем выставим в интернет она печатает быстро она мне очень нужна будет ее расположите к этому чтобы она закончила все дела тебе первую очередь поговорить с ней она расположена и большой труд она книги вложила все расскажем сейчас поступает благодарность вчера только администрация рамзана кадырова получили письмо лично с ним и встретились приехали поздно уже дело к вечеру было но очень приняли только вчера прислали все-таки прислали они ответ прислали и благодарят и у лукашенко тоже воскресный день мы были мы не могли назначать и нас никто может и не принял но через почту там показали куда как и сделали но остальное это уже где лично было благодарности из сапии пришла это болгарская столица библиотека кирилла и мифодия там такие слова даже концы не достойны уже книги почитали посмотрели и высшие оценки дают а свои здесь косоурицы косоротятся не знаю ничего по одному листику будут искать придет время мы оставили грузии позади армения азербайджан все проехали это все подробно будет сказано значит ваше задание вам задание 9 дней вашем распоряжении ежедневно при том напряге который у нас был родным близким знакомым звоните скажите вот будет такая встреча заинтересуйте их это от вас зависит понимаете а человека зависит как ты можешь рекламу дать наши книги здесь были армандо вот никитина 53 напротив администрации центрального района не там никита санаров там марина много лет работал он помогал мне в издании нового завета другие большую помощь а потом книги через его магазин пытались распространять зайдешь а книги то а тут ладан тут елей тут все такое-то маленькие книжонки за упокой там все а мои книги где-то в другой комнате и там их найти выходит молодая девушка пришел до книги никто не берет но ногу не берет и все я на этом бы согласился но я вижу девушка когда набрала на прямо хатки там ра брошюрки брошюрки надо но я говорю в той комнате были там книги есть я автор вы автор картина сразу меняется она зашла все что набрала это стоит пищенешки сложила пошла и сразу набрала хапу книг вот так вот в руке понесла я потом за остальными приду вот и все я никуда не ухожу и кто-то заходит я следующего туда следующий книги набрал пошел в один день можно распродать все но у нас то 9 из 10 книг не продаются одарятся за два года вот нынче мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч рублей все говорят миллионер миллионер ну действительно так но у меня ничего нет вот тут и удивительно как бог делает избирает того кому ничего не надо я вообще никак не понятия никакого не имею моя значка зажать копейку деньги потратить они со мной мучили здорово я упрекну их мороженым которое возьмут там рыбу возьмут я есть не буду они переживают что не ешь и прочее то со мной не сахар был и но я их никого не трогал полная свобода но упрекать упрекал упрекал я не могу потому что моя задача чтобы хватило денег до дому доехать а это не два не три рубля в прошлом году только на бензин 200 тысяч ушло вы понимаете суммы то какие я должен чтобы доехали мои братья значит начиная с сегодняшнего дня начинайте звонить пойдите по знакомым по близким и пригласите послушать не в общину звать у нас это запрещено а чтобы они услышали увидели скажите есть другая жизнь а благовестий в россии коротко примерно что-то как-то скажите а то тоже они придут они могут все это увидеть на небесе да светится имя твое да прийдет славе твое да будет воля твоя я полна небеси и на земли хлеб наш насущный дашь нам вниз и остави нам долги наши якажи мы оставляем должником нашим и не веди нас на искушение но избави нас от лука сэса слава оцсу и сыну и святому буху и ныне и пресной и во веки веков ами 한 вкус и поами он они втор đâu что по что сегодня Благословиаете с благовольствия сест升ез в Северном explainе, неблаговищесь всегда на неприятной, во веки веков. Садитесь.